В этой трагедии есть погибшие, пострадавшие и те, кому чудом удалось спасти не только свои жизни, но и жизни тех, кто находился в эпицентре. Мои коллеги встретились с очевидцами событий той ночи. Это получается моя одежда, при том, что на мне на самом не было сколько царапин. То есть это не моя кровь, это кровь людей, которую мы выносили оттуда. Заур Хайдаков вспоминает, как ехал тот вечер с братом и увидел полыхающее здание. Из образовавшейся пробки ехали медленно и даже успели достать телефон, чтобы снять происходящее на видео. В тот момент он и не думал о том, что пожар обернется взрывом. Мы доехали до этого места, взрыв, я снимал это видео, у меня вылетает из рук телефон, он кричит «Заур, Заур». Я говорю «Все нормально, все нормально». Успокаиваю его и в голове мысли «Надо выйти или остаться?». Он говорит «Надо остаться». Нет, говорю «Надо выйти». Я не помню момент, как я из машины выходил, но потом по видео, там телефон перевернулся, и есть момент, как я выхожу. Это происходит доли секунд. Я выхожу из машин, вокруг просто ночь и пыль, ничего не видно. Ни мешкая, ни минуты, Заур с братом бросились на помощь раненым людям. Взрослый мужчина, он лежал лицом вниз, я его трогаю, я говорю «Надо уходить». Признаков жизни не было. А с правой стороны был парень, девушка у него была на коленях. Он мне говорит, он кричал «Любимая, любимая», я говорю «Уходите». И в этот момент горит заправка, то есть хлопки, постоянно хлопки происходят. И я вижу, как горит заправка. Я говорю «Уходите». Он говорит «Помоги, ради Аллаха мне ее отнести». Я ее беру за руки, нет, он взял за руки, я за ноги. Он, когда мы несем, он сам падает, он, видимо, ранен был этот парень. Мы несем, это казалось, в тот момент казалось, как будто час длится этот процесс. Получилось, что я оказался в том месте, где вот это здание. Перед этим зданием сидел мужчина, я говорю «Уходите, заправка горит». Он в этот момент, я не видел ребенка у него, оказывается, у него ребенок был на руках. И он, получается, мне говорит «Забери моего ребенка». Я его беру и несу, вот это кровь, либо от этой девушки, либо от этого ребенка. Я его несу, наверное, метров 20-30 донес, очень тяжело в этом состоянии нести. И ко мне оказался парень такой рядом, взрослый мужчина был. Я говорю «Забери его от меня», а у меня в голове, что надо за ним вернуться. Говорю «Забери его, ребенка от меня». И он говорит «Брат, я не могу на него посмотреть». И только в этот момент я сам посмотрел на ребенка, у него обгоревшее лицо и кровь была. Бегу обратно, говорю «Джамау». Я так кричал, я в жизни, наверное, так не «Джамал, Джамал». И я вам вижу, я так обрадовался, когда увидел его. У него девочка на руках, вот так, он кучерявая такая девочка. Он несет ее, он говорит «Я устал, помоги мне». Я ее взял, мы вместе ее несли. В какой-то момент он мне ее передал, я тоже ее донес. Не помню просто до кого донес. Люди забирали, то есть помогали. Они хоть в эпицентр не доходили, но забирали. Джамал Султанов говорит, что впервые увидел нечто подобное, но страха не было. После того, что пришлось пережить, признается, что даже удивлен, как ему с братом удалось отделаться лишь несколькими царапинами. Страха вообще не было, что мы пострадаем. Вот все уповали на Всевышнего в этот момент, только на Всевышнего Аллаха уповали. И нам удавалось помогать. Девчонку, когда я, их было двое с матерью, получается, я одну взял, девчонку, и иду в сторону, получается, в сторону глобуса я шел. И в этот момент такой хлопок произошел, сильный хлопок, и как будто камни начали падать, арматуры начали падать. Ну, на меня ни одна деталь не упала, только одна царапина, тут получается, и все. И эта девочка тоже осмотрела, у нее руки все, ноги целые. И эта девочка говорит мне, я такой огонь, говорит, никогда жизни не видел. Я говорю, все хорошо, все хорошо будет. Потом встретил тебя, потом мы, ты мне говоришь, давай ради Всевышнего пойдем, ее маму тоже заберем. И мы ее маму тоже забрали. Но когда мы вернулись, этой девочки уже не было. Наши ребята уже ее забрали в больницу. В общей сложности вдвоем братья помогли выбраться из эпицентра трагедии около 10 людям. Да и сами чудом выбрались. Предполагают, что автомобиль, в котором они находились, и принял всю мощь взрывной волны на себя. В момент взрыва, получается, подушки сработали. И благодаря Всевышнего удару повезло. И что двери тоже открывались. Получается, ударная волна пошла снизу, она приподняла к машину, видите, защита у нас все поднялась. И опрокинула. И ударная волна, колесо, все уже. Столько сильный жар был, что фары расплавились. Все, вот эта пластмасса расплавилась. Получается, мы в сторону города ехали. И напротив техстанций, когда уже горячие техстанции стали, произошел взрыв. Такой взрыв, что нас уже в другую сторону опрокинула машина. В момент взрыва, я помню, секунды-две, может быть, такое состояние было, как будто находишься в трансе, не понимаешь, что происходит. Замир Нурмагомедов также в тот день, но уже со своей супругой и детьми, выезжал из города по трассе. И не только чудом выжил, но и спас ребенка. Признается, что также огромную роль в том, что уцелел, сыграл автомобиль. Ехал с семьей своей, остановился, пожар был, остановился, посмотрел, ну, как обычно все останавливаются, ходят, мы тоже остановились. Буквально, как остановились, минута, произошел взрыв. Машина спасла, можно сказать. Ну, всевышний спас, но, конечно, машина спасла. Все вышли с машины, люди лежали, много очень людей было, очень много людей было. Одного ребенка спас. Ну, спас, что, у него ноги, что ли, что-то повреждение было. Отца он искал, плакал сильно. Спрашивал отца его, скорая помощь забрала, увезли его. А так, очень много пострадавших. Все начали бежать вперед. Людей раскидало, можно сказать, всех. Помощь только от Всевышнего. А так, машина – это ерунда. Главное – здоровье. Все мои дети, все, Маши Аллах, все живы, здоровы, иншаллах. Машина – это ерунда. Будет силы, еще купим. Под взрывную волну в ту ночь попало все, что находилось поблизости. У жилых домов, так же, как и у авто, выбиты стекла и покорежены дверные проемы. Во время трагедии Хадижа Тхирай Сулаева находилась в своей квартире и признается, что до сих пор не может оправиться после произошедшего. Такой грохот я слышала, слышала. Я думала, газ взрывали. Куду вот так ударить. Потом дочка была в другой комнате. Убежали босиком на улице. Без табочки, ничего. Потом ванновация. Таблетки выпил, успокоительный. Он сейчас трещет. Невозможно разговаривать. Сидеть. Нужно. К помощи нету, никого нету, ничего нету. Еле закончили ремонт. Как я? Так я буду. Соседка Хадижата Гульнара Тимиркаева признается, что по счастливой случайности в тот вечер отлучилась из дома. Она услышала о произошедшем по телевизору и сейчас своими силами пытается привести квартиру в порядок. Я узнала это самое. Может, по группе пишут, что полдесятого. Сказали, что взрыв получился здесь. Поэтому сразу же через полчаса по телевизору уже подавали, говорили, что взорвался этот самый технотек какой-то рядом. Утром сказали, что дорога закрыта, мы не смогли. Сегодня приехала. Квартира в плачевном состоянии. Там весь стекла. Все побиты, даже рамы побиты. Не знаю даже, что делать. Вот еле-еле самый балкон закрыла в этом году. Там внутри полностью ремонт не закончила даже. Все даже не могу сказать. Как сделаем, думаем. Поможет. Помогут эта самая администрация. Кажется, из дагестанцев и те, кто находился в эпицентре трагедии, и те, кто помогал после, испытали немалый ужас. Впереди еще много работы по ликвидации последствий взрыва. Но, как сказал глава Дагестана, смотря на сплоченность наших людей и взаимопомощь, у нас все получится. Патимат Ханапова, Лариана Шумхалаева, Магабет Магомедов. Новости ННТ. Махачкала.